Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я расскажу вам, как выжить в кризис. Да-да, это не оговорка, именно выжить. Ещё вы узнаете, кто такие инвесторы-выживальщики, и почему эти ребята вовсе не сумасшедшие. Начну я немного издалека. Знаете, за что я больше всего критикую коллег-инвесторов? Нет, не за выбор стратегии или инвентаря. Я ругаю их за отсутствие сценарного мышления. Среднестатистический инвестор мыслит как вставочник, то есть как игрок. Напомню, что я инвестирую по Талебу, вкладываю не в прогнозы, а в свою готовность. И у меня всегда перед глазами 4 базовых сценария. Всё будет хорошо, всё будет нормально, всё будет плохо и всё будет ужасно. На протяжении всего пути инвестирования я потихоньку готовился к каждому из них. Начинал я с хороших сценариев, покупал акции, облигации, размещал деньги на вкладах и так далее. Но по мере роста капитала я потихоньку начал готовиться и к плохим сценариям тоже. Когда мне говорят, что нельзя подготовиться ко всем плохим сценариям, я лишь пожимаю плечами. Нет смысла угадывать, что именно нас ждёт. Большая война, эпидемия, революция или приход к власти новых большевиков. Всё это неважно. Важно понимать, что вариантов бед у нас не так уж и много. Ещё важно осознавать, что вероятность краха экономики, вероятность нищеты или безработицы, на несколько порядков выше, чем вероятность прилёта инопланетян или падения метеорита на Землю. Когда я озвучиваю коллегам страшные, но типовые сценарии, то в ответ всегда получаю плюс-минус одну и ту же фразу. Этого не может быть, потому что этого не может быть, и надо вообще про это не думать. Но почему, коллеги, не может? Мы не раз в своей истории переживали плохие времена. Великая депрессия 1929 года, развал СССР, революция 1917 года и так далее. Многие из нас видели всё это своими глазами. Я, например, застал развал СССР тот самый. Что-то похожее обязательно повторится в будущем, и от таких нежданчиков нельзя будет защититься покупкой акций или, например, банковским вкладом. Идём дальше. Как я уже говорил, страшилок на самом деле не так уж и много. Из всех плохих сценариев я, например, считаю наиболее вероятным повторение 90-х только версии 2.0. В этот раз новые 90-е, по моему мнению, будут уже по всему миру. Что я подразумеваю под новыми 90-ми? Это обвал мировой экономики на 50%, а в некоторых странах даже больше. Это безработица, это нищета, это бесконечная череда локальных войн, расцвет бандитизма и местами голод. Важно понимать, от чего именно я страхуюсь. Не от самого события, а от его последствий. Это пустые полки в магазинах, отсутствие электричества, мигрантские погромы, отсутствие работы и так далее. Как следствие, я готовлюсь к тому, что я на какое-то время не смогу закрыть свои базовые потребности. Получить еду, тепло, крышу над головой и так далее. Совершенно неважно, по какой причине я не смогу их удовлетворить. Это может быть там крах финансовых рынков или сменам политического строя. Опять же, приведу пример для наглядности. Представьте себе картину. В дворе зима, вы сидите в своей теплой квартире, и вам по какой-то причине вырубили свет. Еще отопление, воду и канализацию. Ну, хотя бы на три дня. Через сутки ваш унитаз будет забит отходами, вам нечего будет пить и нечем греться. И что вы будете в этот момент делать, подумайте. Фантастика, скажете вы? Еще пять лет назад мы бы все, наверное, должны ответили «да». А сегодня у меня даже в окружении есть ребята, которые именно в такую ситуацию и попали. Я же хочу сгладить эти риски, тем более, что сделать это можно даже не обладая миллионами долларов. Как слушать и дальше. Возможно, что кто-то прямо сейчас назовет меня армагедонщиком, а постоянно из зрителя вспомнят, что ранее я и сам подшучивал в свое время над всепропальщиками. А сейчас вроде как повторяю их же мысли. Но я вижу одно важное и принципиальное отличие. Армагедонщик говорит вам, что надо покупать. Например, козу, патроны, туалетную бумагу и тушенку. Но сам все этого не делает, не покупает. Почему? Потому что армагедонщик – это чаще всего профессиональный продавец страха. Его задача напугать вас до ужаса, а затем продать свой товар или услугу. Это бизнес-модель, по сути. Например, какой-то там, я не знаю, переезд в другую страну, паспорт Банановой Республики или БНЖ, ну или банальные курсы. Как вы сами догадались, ничего из этого у меня нет. У меня нет фабрики по производству туалетной бумаги, нет оружейного магазина. И даже нет курсов выживальщиков. Я, в отличие от армагедонщиков, просто взял и подготовился к типовым страшилкам. Купил дом, купил землю, сделал запас продуктов на полгода-год жизни, научился выращивать овощи, обзавелся инструментом для самообеспечения, стал животноводом, выращивая куры и уток, научился добывать рыбу, грибы, ягоды, лечебные травы. Кто-то из скептиков наверняка скажет, что все мои телодовижения бесполезны в случае большой ядерной войны. Мы можем столкнуться с закатом цивилизации по образцу трагедии Бронзового века, когда человечество на сотни лет потеряло письменность. Вероятность этого сценария сейчас не нулевая, но она невысокая. Несколько процентов, по моему мнению, вряд ли больше. Почему? Почему я так думаю? Ну, например, потому что обмен ядерными ударами между большими державами не решает ни одну из стратегических задач. Раньше как было? Раньше войны начинали, когда один противник был уверен в том, что добьется полное уничтожение другого противника. Сейчас у всех думающих людей, я надеюсь, что люди думают, есть уверенность в обратном, что обе стороны, скорее всего, просто уничтожат друг друга. При этом я не отрицаю факта, что в ближайшие 10 лет кто-нибудь обязательно применит, например, тактическое ядерное оружие, но, опять же, делать это будут точечно, например, чтобы обезлюдить места, где производят высокотехнологичную продукцию и лишить страну конкурента преимуществ. Чем еще нас пугают выживальщики? Возьмем для примера самого популярного выживальщика Виктора Сергеенко. Он в свое время писал под ником Кашастый. Я читал его в далеком 2008 году, это было очень увлекательное занятие, почти как чтение романа про Робинзон и Кроза. В начале нулевых Виктор пришел к выводу, что мы находимся на пике потребления ресурсов, что нефти, угля и газа хватит всего на несколько десятков лет, или даже меньше, и что для поддержания жизни 8 миллиардов человек на планете этих ресурсов попросту не хватит, значит, нас ждет, про сути, вымирание. Кашастый купил дом с участком, перешел на натуральное хозяйство и стал сажать огород, завел скотину и так далее. Прошло 20 лет, и уже можно подводить итоги. В принципе, я считаю, что стратегия Виктора сработала. Только живем мы сейчас не в сценарии гибель цивилизации, а в тех самых новых 90-х, о которых я говорил только что. Для тех, кто не знает, дом Виктора находится в Киевской области. Я недавно с ним списывался, он жив, с ним, слава богу, все хорошо. Я даже хотел его позвать на интервью, но Виктор отказался и, наверное, правильно сделал. Почему я не очень люблю читать прогнозы и не жду исчерпания ресурсов? Потому что мы, люди, очень живучие создания и очень гибкие. За 20 лет наблюдений за макро-статистикой произошли большие изменения, которых не видел Кашастый. После череды войн, безработицы и голода у человечества есть отличный шанс пересобраться и перейти в шестой технологический уклад. Основной шестого уклада будет замкнутый ядерный цикл. Простым языком, вот в каждом маленьком городе 100 тысяч человек, 200 или 300 тысяч будет стоять маленький ядерный реактор, мощности которого хватит на тысячи лет или даже больше. То есть у нас здесь не будет истощения энергетических ресурсов. А значит, вот эти прогнозы Кашастого, они, скорее всего, не сбудутся. Я здесь не буду вдаваться в детали. Поищите в Ютубе, кому интересно, лекции про замкнутый ядерный цикл и про шестой технологический уклад. Давайте я лучше попробую развить мысль про Кашастого. Вот, к моему сожалению, выживальщики допускают ту же самую ошибку, что и бумажные инвесторы, которые говорят, что этого не может быть, потому что этого не может быть. Они тоже делают ставку. И у них тоже не сильно развито вероятностное мышление. Главная их ошибка – они не имеют плана на случай, если все будет хорошо или хотя бы нормально. Обращаю ваше внимание на мой порядок действий. Сначала у меня появился приличный капитал для жизни в спокойные времена, и только потом я начал думать о плохих вариантах. Тот же Кашастый нарисовал в своей голове самый ужасный сценарий – это катастрофа бронзового века версии 2.0, но забыл про другие сценарии. Вместо катастрофы может быть временная беда, а могут быть и другие сценарии, еще более благоприятные. Я же 97% капитала разместил в традиционных активах – это акции, УФЗ, золото, коммерческая недвижимость, бизнес и так далее. А на сдачу на 3% от капитала я обзавелся хозяйством. И это приятный бонус, мне теперь не нужно спорить в комментариях и доказывать, что я не сумасшедший. Чудак, да, может быть, но точно не псих. Но все-таки зачем я вляпался в историю с домом и огородом? Можно было вообще не замечать этот сценарий, не обращать на него внимания и просто потом, опять же, на ту же сдачу в момент этого нежданчика купить себе этот дом. Причин здесь несколько, попробую их перечислить. Первая причина – мне не нравится тотальная зависимость людей от благ цивилизации. Современные жители крупных городов не понимают, как жить без служб доставки. У них все продукты растут на полках супермаркетов и появляются там сами собой. Ко мне в гости периодически приезжают друзья и знакомые, знакомые с детьми. И вот когда дети видят кур, и особенно когда мы достаём яйца из-под кур, они испытывают шок. Вторая причина – люди не понимают, что в разные времена ценности и блага будут разными. Если случится беда, беда, о которой я говорю, то многие вещи, на которые мы сегодня полагаемся, например, интернет, окажутся недоступными. И на что вы в этот момент будете кушать? Потому что вот те же единички и нолики на счетах компьютеров нельзя будет намазать на хлеб. Ни депозит, ни акции, ни облигации, ничего из этого. При плохих сценариев радикально изменятся наши ценности. Активы, которые служили средствами сбережения в цивилизованном обществе, например, золото, акции, биткоин, неважно, окажутся бесполезными или почти бесполезными. А вещи, которые мы воспринимали как должные, напротив, приобретут невероятную ценность. Например, доступ к воде. Вот банальный доступ к воде. Или, например, наличие ручного инструмента. Третья причина – это здоровье. В 2022 году я потерял маму. Она умерла от рака поджелудочной железы. Ее сгубило в том числе неправильное питание. К сожалению, житель мегаполиса ни за какие деньги сегодня не может получить доступ к здоровой пище. Причина здесь понятна. Это логистика, длинное плечо, развитие продуктовых сетей и так далее. В деревне уже у меня свои яйца, полученные от домашних кур, свои овощи, необработанные отравой, ягоды, грибы, дичь, рыба и так далее. И четвертая причина – это люди. Мы – существа социальные. И я уже давно убедился, что городские жители более злые, по моему мнению. Точнее, даже не так. Они более встревоженные, более безразличные, более черствые. Думаю, вы все это тоже замечали. В сельских местностях счастливых людей, по моему ощущению, сильно больше. Это тоже огромный плюс. На этом аргументы «за» не заканчиваются. Приду вам еще парочку. Я уже говорил, что очень ценю свободу. И мне кажется, что обеспеченность едой, теплом и водой, это тоже свобода. Еще один уровень свободы. Свобода, которой нет у жителей мегаполисов. Точнее, они думают, что она у них есть, но до первого отключения электричества. Еще я пришел к выводу, что в городе мы играем в очень странную, скорее даже дурацкую игру. Вы представьте, вы накопили приличный капитал. У вас есть миллион долларов. Пять или даже десять. Ваши базовые потребности закрыты до конца жизни. Вы задаетесь вопросом, а что вам делать дальше? И вот вам предлагают продолжить играть в игру, в которую вы уже выиграли, и вам просто неинтересно в нее играть. Но здесь даже страшно не это, а меня пугает другой факт. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ухудшается твоя жизнь. Вот где у нас живут самые богатые россияне сейчас? Наверное, в центре Москвы или чуть подальше, например, Москва-Сити или в том же Дубайске. Все эти ребята, богатые ребята, сидят в душных помещениях по 8-12 часов только ради того, чтобы заработать еще один миллион. Они при этом дышат кондиционерным воздухом, находятся под тяжелым прессингом, у них постоянная депрессия, выгорание, их календарь забит на 3 месяца вперед. То есть они получают миллионы, а взамен платят здоровьем, отношениями с близкими и временем. Это как-то глупо, по моему мнению. Я пришел к выводу, что не хочу играть в Тетрис на 146 уровне. Я прошел тут уже 10 уровней, и мне вроде как достаточно. Думаю, что предпосылки вам ясны. В феврале 23-го года мы с супругой приняли решение обзавестись второй базой, домом в деревне. Мы купили дом в Мигилевской области, Республика Беларусь, 15-20 минутах езды от города. Базовым требованием для меня была быстрая адаптация. Я очень не хотел погружаться с головой в стройку, в деревенский уклад и в Выживалово. Для этого нам нужен был проводник, проводник в новый мир. Им оказался брат жены, о котором я уже говорил в предыдущем ролике про деревню. Для тех, кто не видел, обязательно посмотрите. Брат жены местный житель, лесник, охотник. И так далее. Но даже с учетом наличия такого человека, период от адаптации у меня занял два сезона. Я сам мог адаптироваться только на второе лето. Первый год был очень тяжелым. Мы ничего не понимали, что делать, как решать привычные нам задачи и так далее. Многое раздражало. Но сейчас вроде мы адаптировались. Нам очень повезло с локацией. Мы выбрали местность, которая пусть с оговорками вписывается в требования выживальщиков. Рядом с нами есть большой лес. Это ресурсы. Те самые дрова и еда. В случае чего пригодится. Недалеко от нас есть река Днепр и куча маленьких озер. Тоже пригодится. У нас большой участок, аж на 50 соток. Плюс на всякий случай есть земля, свободная земля для выпаса домашней скотины и сенокоса. Тоже пригодится. Вдруг мы решим козу завести. Теперь про нюансы и оговорки. Почему я, например, не купил дачу в Подмосковье? Потому что уже пробовал играть в эту игру и считаю, что деревня и дача – это разные виды спорта. Дача – это, по сути, та же квартира, только 80-го уровня сложности. С чисткой снега зимой и прочими ненужными прелестями. При этом на даче нельзя или очень сложно решать задачи, которые пригодятся нам в случае реализации сценария 92.0. Например, еду там особо не вырастешь, а скотине и речи не идет. Еще один нюанс. Все известные мне выживальщики почему-то любят жить подальше от трассы города. Я с ними не соглашусь. Почему? Потому что это, по сути, прохождение игры на самом сложном уровне. У нас появляется трудная логистика, удорожание буквально всего за счет длинного плеча. Ну, а плюсы сомнительные. Мол, вроде как до таких ребят мародеры не доберутся. Мне кажется, что доберутся. Идем дальше. Выбор дома. Тут нам опять повезло. Я помню, как в конце нулевых строил коттедж. Родовое гнездо. То самое, о котором я говорил в других своих роликах. Это был сарай на 288 квадратных метров. И расходы по мере роста площади увеличивались в геометрической прогрессии. Уже тогда я понял, что самый оптимальный для меня размер это до 100 квадратных метров. Наш новый дом, он небольшой. Это 80 квадратных метров. Но на двоих с женой нам более чем достаточно. Половина сезона тут прожила моя бабушка. Ей тоже было комфортно. Еще приезжали друзья и близкие. И в доме без проблем в моменте помещались 7 человек. Без стеснения. Теперь поговорим про коммуникации и постройки. У нас есть источник воды. Обычный водопровод. Классический. Мне этого показалось мало. И недавно мы продублировали систему водоснабжения. И пробурили скважину глубиной 36 метров. Теперь у нас чистейшая и вкусная вода круглый год. У нас, конечно же, есть электричество. Есть магистральный газ. Но при этом в наличии печь для дровяного отопления все как любят и учат выживальщики. Есть большой погреб для хранения закаток. Есть гараж. Есть несколько сараев. Это курятник и дровник. Недавно мы построили хозблок. Там я буду хранить инструменты и технику. Вроде такой приличный набор выживальщика. Идем дальше. Давайте обсудим, как мы с женой обустраивали наше хозяйство. Я взял за основу методику кашастого. Но сильно ее видоизменил. Ссылка на метод Виктора будет в описании. Я, кстати, для удобства озвучил ее в аудиоформате при помощи нейросети. Если кому будет интересно, ссылка тоже будет в описании. Качайте на здоровье. Самое важное и принципиальное отличие в подходах я не жду заката цивилизации. Я считаю, что электричества и бензина на наш век точно хватит. Свет будет. Пусть и с перебоями тепло будет. Интернет тоже будет. Как следствие, я могу сильно поменять правила игры. Я могу не отказываться от благ цивилизации, пока жива цивилизация. Это неразумно. Я могу не убивать свой организм тяжелым ручным трудом, пока есть техника и возможность купить этот труд за копейки. Калечить здоровье на огороде, по моему мнению, тоже неразумно. И я могу продолжать зарабатывать большие деньги, но наслаждаться при этом жизнью в деревне. Разберу на примере удобств. Выживалову выживаловым, но отказываться от благ цивилизации я, разумеется, не хочу. Мы постарались сделать в доме то, к чему привыкли в городской квартире. Теперь, по сути, ты и есть городская квартира. У меня есть душ. Теплый душ. Плюс бонусом идет баня. У меня, опять же, теплый санузен. Хотя на участке есть и классический деревенский туалет. Выживальщики тоже оценят. Есть холодильник, который при этом дублируется погребом. И есть стиральная машина. То есть, опять же, сценарное мышление включаем. И при хорошем варианте у меня будет все замечательно. И при плохом варианте тоже буду жить вполне себе неплохо. Теперь я предлагаю обсудить финансовый вопрос. Самый важный вопрос. Все блоги про жизнь деревни почему-то начинаются с какой-то романтики. Как хорошо в сельской местности. Какой там воздух, солнце, цветочки, курочки. Все это, конечно, правда. Но есть и обратная сторона медали. Сбежавшая в деревню не знает ответа на простой вопрос. На что они будут жить и где брать деньги. А ведь он ключевой. Заработать как фермер у вас вряд ли получится. У меня так уж точно. Это очень тяжелый низкомаржинальный бизнес. Что еще остается? Развлекать людей. Можно, конечно, катать их на лошадях. Или организовывать охоту. Но и там нет сверхдоходов. Цифры я уже видел. Плюс присутствует сезонность. Я вижу всего три варианта. Вариант первый. Накопить капитал в традиционных активах. Затем кормиться с запасов. То есть с капитала. Пока есть возможность. То есть условная пенсия в 35 лет. Но в деревне. При этом обратите внимание. Денег в деревне нужно меньше. И капитал, как следствие, нужно накапливать в меньших размерах. Второй вариант заработка. Это работать удаленно. Сидя за компьютером. Если ваша работа это позволяет. Мне позволяет. Я пошел на маркетолог. Предприниматель. И мне легко удается строить проекты. Большие бизнесы онлайн. Думаю, что без каких-либо проблем адаптируются айтишники. Менеджеры интернет-проектов. Проджект-менеджеры. Менеджеры по продажам. Бухгалтеры. Блогеры. Рекрутеры. И так далее. Ну и третий вариант. Быть рукастом. Или стать им. Я сейчас вижу дикий спрос на профессионалов. Стройка идет по всей России и Белоруссии. Если, а точнее, когда введут льготную ипотеку на строительство загородного жилья, спрос в этот момент увеличится в разы на таких людей. Больше всего денег я сейчас трачу именно на рукастых ребят. Это электрики, кроельщики, плиточники, каменщики. И вот эти вот ребята получают приличные деньги, которых точно хватит на жизнь. Вот такие варианты. Напишите в комментариях, может, я что-то упустил. Я, как вы понимаете, комбинирую первый и второй вариант. Я продублил рабочее место. У меня есть компьютер, принтер. Я рожился хорошим интернетом, аж на 500 мегабит. Усилил скорость, купил роутер помощнее. Скиншот теста скорости прилагая. Ну и капитал, как вы понимаете, у меня никуда не делся. Денег хватает. Продолжаем тему денег. Теперь поговорим про расходную часть. Как вы знаете, я очень внимательно слежу за издержками. Все считаю, записываю каждую копейку. Дом обошелся мне в 35 тысяч долларов по курсу 72 рубля. То есть 2,5 миллиона рублей. Напомню, что это 23 год был. Еще 10 тысяч долларов я вложил в мебель и сопутствующие удобства. Тоже по тому курсу 72. То есть прибавляем еще примерно 700 тысяч рублей. И примерно 1,5 миллиона рублей я вложил в течение двух сезонов. Мы построили хостблок, пробулили скважину, полностью обновили крышу, построили беседку и накупили кучу техники и инвентаря. И тогда у нас получилось 4 миллиона 700 тысяч рублей. Допустим, округляем до 5. 5 миллионов. Для меня это небольшие инвестиции. Это менее 3% от моего капитала. В принципе, расходы на бустерайство можно было сократить даже в два раза. Это мы скорее размахнулись. То есть сделали все с запасом. И еще я думаю, что большая стройка на этом скорее завершена. Из большого у меня, наверное, только прут остался. Теперь говорим про ежемесячные расходы. Мне кажется, они тут смешные. Налог меньше 1000 российских рублей. ЖКХ – это 2500-3000 рублей летом. И 3500-3000 зимой. Плюс мы сейчас сделали жене постоянную регистрацию. Я напомню, что у нее есть белорусский паспорт. И теперь мы будем платить как местные. У нас будет приличная скидка на газ. И получится экономия в 500-700 рублей в месяц. То есть мы уже будем тратить зимой 3-3,5 тысячи. Ну, опять же, для меня это копейки. Важный момент. Если нам по какой-то причине придется жить не полгода в деревне, как мы сейчас это делаем, округлогодично, то расходы у нас сильно снизятся. Почему я в этом уверен? Потому что опять записываю каждую копейку. Я вижу, что средний житель города тратит примерно 40% на еду, 40% на жилье и 20% на развлечения. Какие-то сопутствующие расходы. У нас, конечно, пропорции сильно отличаются. Ну, и для нас переезд в деревню приведет к снижению издержек. Почему? Потому что половина еда своя, это яйца, овощи и так далее. Дорогая одежда нам тут не нужна ни в каком виде. На жилье и ЖКХ мы тратим копейки, как я уже говорил. Развлечения стоят в 3, даже в 5 раз дешевле московских. Услуги, опять же, в 2-3 раза дешевле. Медицина бесплатная или почти бесплатная. И, наверное, только цены на товары, бытовую технику, там, стройматериалы, они сопоставимы с московскими. Но стройка у нас скорее завершена. Следующий аспект очень важный. Я уже говорил, что очень не хочу калечить свое здоровье деревенским бытом. Поэтому подхожу к делу как рационализатор. То есть техника наше все, по моему мнению. У меня в наличии газонокосилка, тачка, шуруповерт и куча других инструментов. У брата и жены есть мотоблок, мини-трактор, бензопила, болгарка, косилка, сварочный аппарат, сиилка, прицеп и даже вот куча автомобилей. Это, например, открытые и закрытые УАЗики. Все это мы используем на полную катушку в сезон особенно. На случай перебоя с бензином и электричеством у меня в наличии есть ручной инструмент. Топоры, ножовки, плоскогубцы, молотки, ножи, лопаты всех разновидностей, вилы, грабли и даже коса. Думаю, что кошастые одобрят. А еще я потихоньку делаю запасы. Я купил свечи, сделал запас дров на пару сезонов, купил спецодежду, по моему мнению, это самая удобная в мире одежда. Ничего лучше я не носил. Я продублировал гардероб на все сезоны. У меня есть спортивная одежда, деревенская одежда, одежда для выхода в город. Ее хватит лет на пять. Один из подписчиков, прикол и ради, даже прислал мне запас еды на черный день. Ссылка на его магазин будет в описании. Это, если что, не реклама. Просто такой интересный продукт ребята делают. Теперь переходим к непосредственно самообеспечению. Начнем с огорода. Позвольте мне похвастаться. Вот мы с супругой за два сезона намучились выращивать растительную пищу. Напомню, что я родился и вырос в Москве, и всю жизнь работал в городе. Жена у меня из Могилева, но большую часть жизни трудился в Москве. И мы считаем, что это достаточно круто для городских жителей, которые, в принципе, ничего из этого раньше делать не умели. Для огорода мы используем не более шести соток. То, что овощи выращиваем только для себя. Мы сажаем огурцы, помидоры, редиску, кабачки и баклажаны. У нас очень много зелени. Кинза, рукола, базилик, петрушка, укроп, мята и так далее. Я зелень очень люблю. При этом мы почти не выращиваем картошку. Потому что она приходит к полноте. У нас было бы там пару костиков синеглазки. По просьбе бабушки мы бы там пару йодер собрали, но не больше. Зерновые культуры мы, в принципе, не выращиваем, потому что считаем их крайне вредными. Очень вредный продукт, в отличие от тех же огурцов и помидоров. Опять же, чтобы овощи не пропадали, мы закатываем их в банки и потом едим их весь сезон. У нас, конечно же, есть и сад. И нам с ним тоже повезло. Он нам достался от предыдущих хозяев. То есть крупные деревья. На участке большие яблони, груши, сливы. А еще кусты. Пустые ягоды. То есть весь летний сезон мы лопаем крыжовник, малину, смородину и клубнику. Еще нам очень нравятся декоративные растения. В жару мы прячемся в тени туй. И смотрим на участок, который просто утопает в цветах. За этим следит супруга. Она очень это дело любит. Разумеется, мы освоили собирательство. Рядом у нас огромные леса. Значит, есть возможность ведрами собирать лисички и сыроежки, например. Если грибов нет, то мы туда ходим за ягодами и лесными травами. Рядом дикая природа, большая река, несколько озер. И мы потихоньку начинаем осваивать рыбалку и охоту. Мы купили поплавочную удочку, спиннинг для облеснения, фидеры, парочку. Рыболовные снасти. Но опять же, здесь я не могу сильно похвастаться. Мы не очень далеко продвинулись. Есть куда расти. Буду изучать это направление в будущем. Возможно, что в следующем сезоне я куплю себе небольшую лодку и буду ходить по Днепру. Еще одно развлечение. Что еще? Мы потихоньку становимся животноводами. В конце первого сезона мы завели кур. Сейчас у нас их 25 штук. Один петух и 24 курицы. А это минимум десяток яиц в день. Или даже больше. Опять же, яйца – это самый полезный продукт животного происхождения. Ничего лучше просто нет. Мы пробовали выращивать уток, но больше, наверное, не хотим. Потому что соотношение время-польза мне не очень понравилось. Кура в разы круче просто. Возможно, в будущем мы заведем козу, если будем жить в деревне круглогодично. Опять же, уход за ней в разы проще, если, например, сравнивать с коровой. Если что, я напомню, рядом есть брат жены. У него есть опыт выращивания лошадей, коров и свиней. Случай, что этот опыт пригодится. Возможно, что в начале третьего сезона ко мне в гости приедет мой школьный друг Сергей. Он строит лучшие пруды в России. Он обещал построить мне пруд с карпами, а заодно и обустроить водоем для купания. Разумеется, почти по себестоимости. Если кому надо, ссылка на работу Сергея будет в описании. Опять же, это не реклама. Сергей мне ничего не платил. Следующий важный момент. Я уже говорил ранее, что не хочу упароваться. Поэтому одной техники для радиационализации мне недостаточно. Мне, например, очень нравится веселая, интересная работа, но скучную работу, нудную, я терпеть не могу. Например, тоже про полку. Пример вот берем. Мне очень нравится косить траву, потому что это занимает, с одной стороны, 3-4 часа, а с другой я могу надеть наушники и все это время слушать аудиокнигу. Как минимум половину аудиокниги я прослушиваю. Либо какие-то лекции в Ютьюбе. Для квалифицированных работ мне выгоднее привлекать рабочих. Например, для сооружения хостблока я нанял отдельную бригаду, потому что не хочу осваивать профессию каменщика. Рановато пока. Еще мы с женой ненавидим полоть. Поэтому у нас есть отдельная женщина, которая за небольшую плату приходит и очищает весь участок от сорняков. Участок идеально чистый. Вот так я становлюсь фермером, малой кровью, все оптимизирую, покупаю время и заодно ускоряюсь. Теперь обсудим медицину. Здесь с этим полный порядок, потому что город расположен близко. Это вот то самое преимущество 15-20 минут езды от города. И там достаточно неплохой сервис. Я уже столкнулся со всеми медучреждениями города. Мы, например, были в травмпункте и получили там быструю квалифицированную помощь. Мы были в больнице, возили туда родственников на диспансеризацию. И за день прошли обследование всего организма буквально за копейки. Что еще нам нужно? Например, скоро едет 10 минут. Ну, 15. На случай же тяжелых времен мы приобрели лекарства. У нас есть антибиотики, средства от аллергии, болеутоляющие, йод, перекись водорода, активированный уголь и так далее. То есть полный набор. Идем дальше. Вы, наверное, спросите, откуда мы черпаем знания. Кое-что мы узнали у бабушки. У нее огромный опыт жизни в деревне. Какой-то опыт был у жены, потому что она все лето в свое время проводила у бабушки в деревне и многое запомнила. Очень помогает брат жены, разумеется. А еще на всякий случай я приобрел книги. То есть я собрал мини-библиотеку. У меня есть материалы о травах, грибах, выращивании овощей, выращивании скотин и многое другое. А вот тут же Кошастый, например, рекомендует книги Курдюмовой и Жермунской по огороду. Я их тоже купил. Еще у меня, конечно же, всегда под рукой интернет, а значит, YouTube. И там можно смотреть любые ролики про жизнь деревни, огород, рыбалку, охоту. Ну, что угодно. То есть советы всегда найдутся. Следующая мысль. Возможно, кто-то из скептиков отметится в комментариях фразой, чем там заниматься в вашей деревне, там скука смертная. Я, признаюсь, тоже так думал, пока не прожил здесь два сезона. За два сезона я почти полностью заменил московские развлечения. Плюс появилась куча новых. Могилево достаточно большой город, и там есть почти все, к чему я привык. Там есть хоккей. Я стал посещать матчи местной команды на арене. Все по-взрослому, питание, группа поддержки, свой москот, свой мерч и так далее. Тут была та же история. Есть театры для детей и взрослых. Несколько музеев. Я уже штук пять или шесть посетил. Фестивали, конечно же. Летом я посетил рыцарский фестиваль Грюнвальд под Минском. И был, мягко говоря, в шоке. Очень красивое представление было. Есть, разумеется, бассейны и спа. Есть аттракционы. Большой и огромный зоопарк. Лучше московского, между прочим. Теплоход, каток и картинг. И, конечно же, у меня добавились и деревенские развлечения. То, чего нет у городских жителей быть не может. Это охота. Это нормальная рыбалка. Это покатушки на мопеде, квадроцикле, велосипедах и самокате. Конечно же, катание на лошадях, стрельба. У нас рядом в лесу есть тир. И мы там стреляли из всех видов оружия. И мое любимое купание на озерах и реках. Дома у меня тоже полный набор развлечений. Есть PlayStation 5 с кучей дисков. Есть настольные игры, есть книги. Есть барабанная установка, есть гитара. Мы тут даже немного репетируем. Такая у нас рок-бенд свой. Супруга на барабанах, я на гитарах. Вы, наверное, спросите, что со спортом? С ним тоже полный порядок. Напомню, что в Москве я занимаюсь боксом и борьбой. И чтобы не терять форму, я приобрел грушу. Германа, вот этого знаменитого. Есть скакалки у меня, есть грузики, бинты и перчатки. Есть у меня и набор для любителей железа. Комплект гирь. На участке есть турник. Еще я почти каждый день катаюсь на велосипеде, тренируюсь. Параллельно получаю удовольствие от природы. И, конечно же, слушаю книги. Следующая мысль. Напомню, что я не любитель дела ставки. И мне нравится накапливать активы, которые сработают при любом сценарии. Если будет все хорошо, если будет нормально, если будет плохо, и все будет ужасно. Так вот, в этом году я провел лучшее лето в моей жизни. Почти пять месяцев тепла. Вспомнил все радости из детства. То есть, какое-то фантастическое лето. Мне даже, наверное, сравнить не с чем. То есть, все детские годы я точно перебил. Еще дом позволяет мне сильно экономить на путешествиях. Сколько сейчас, например, стоит пять месяцев отдыха в Турции? В пятизвездочном отеле я даже себе представить не могу. Наверное, миллиона полтора или два. То есть, половина моего хозяйства. То есть, за два года я куплю себе десять месяцев в Турции, наверное. Еще мне нравится концепция второго дома. Сейчас намечается тренд на деурбанизацию. Только развиваться он будет по другому немножко сценарию. Люди не будут перебираться из больших городов в малые. А скорее у них появится второй дом. То есть, полгода они будут жить в условной Москве. А полгода проводить на природе. Давайте заодно вспомним пандемию 2020 года. Я, к сожалению, провел ее в заперти. В московской квартире мне это очень не понравилось. То есть, постоянно хотелось на улицу. Мы даже тайком там бегали в лес тренировались в свое время с супругой. В деревенском доме я бы этот карантин даже не заметил. Жил бы себе и жил. И в завершение, позвольте вот такую мысль. Напомню, что я предприниматель и маркетолог. И всю жизнь я был машиной по зарабатыванию денег. Да, я там достиг кое-каких успехов, но мне, наверное, этого мало. После выхода на пенсию мне было не так просто начать новую жизнь. Вот я сначала первые полгода отсыпался, валялся в горизонтальном положении, смотрел какие-то ролики, читал книги. И все это время думал, чем себя занять. Решение нашлось. Я решил прожить несколько жизней. Сейчас я, например, еще и фермер, крестьянин, если хотите. Пусть и, наверное, с оговорками. В рамках старой концепции я бы точно не мог реализовать такое. То есть, это было бы технически, физически невозможно. А наличие капитала позволяет мне реализовывать почти любые фантазии. Здесь я прекрасно отдаю себе отчет, что у каждого, наверное, путь будет свой. И ни в коем случае не навязывая свой образ жизни, просто показываю один из вариантов, делюсь опытом. Еще важный момент. Прошу нас сильно не ругать. Мы с супругой только учимся. Сейчас мы скорее выживальщики второго уровня, до десятого или двадцатого уровня. Нам еще расти и расти. Но определенные подвижки у нас тоже есть. Мы точно научились добывать еду. Мы достигли какого-никакого самообеспечения. И главное, нас больше не пугают страшилки армагедонщиков. То есть, тушенка и патроны, в отличие от них, у нас имеются. Их капитал у нас тоже никуда не делся. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал. Там контент, которого нет и никогда не будет в Ютьюбе. Ищите меня по фразе «На пенсию в 35 лет» в поиске Телеграма. Либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Если у кого-то тормозит Ютьюб, не переживайте. Я весь контент дублирую на всех альтернативных платформах. ВК, Дзен, Рутюб и так далее. Опять же, ссылки будут в описании. Подпишитесь заранее. Там в случае чего не потеряемся. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет». Вторая факт Юмани. В книгах я попытался обобщить весь свой опыт. Рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком. Проглатываются за один вечер. Стоят копейки, 176 рублей. Есть бумажная электронная аудиоверсия. Это все. Надеюсь, выпуск был увлекательным. С вами был Бабайкин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.